Привет, интернет! С вами Илья, это Игра День и наши ежедневные новости мобильных игр. Сегодня хочу показать и рассказать вам о игре, очень похожей на Battlefield 4, и она есть под мобильные девайсы. Вот комментарии из прошлых выпусков. Ребят, спасибо за поддержку, пишите здесь тоже и увидите себя в следующем видео. А так, не будем терять время и поехали! Ну и в самом начале у меня рекомендация для всех любителей настолок. Я рекомендую игрушку Gravity Falls. Я обожаю настольные игры и вам тоже советую попробовать. В частности, данный экземпляр. Gravity Falls это волшебная настольная игра по мотивам диснеевского мультфильма с отличной рисовкой и красивым стилем. Эта игра для 1-5 игроков. Вам предстоит путешествовать по Gravity Falls, защищать его от монстров и убеждать горожан помочь вам. С каждым ходом от монстров будет все больше бед и доверие к игркам падает, и нам нужно не допустить того, чтобы маркер тревоги не достиг предельного значения. Настолка на самом деле большая, клевая, продолжительность от 45 до 60 минут игрового процесса, так что рекомендую попробовать. Уверен, вам понравится. А мы переходим к основной теме нашего выпуска и поговорим о новинке, которую я буквально недавно нашел. Эта игра вдохновлялась игрушкой Battlefield, и наши китайские друзья вновь радуют мобильных геймеров, сделав свой аналог под Android и iOS девайсы. Игра называется Thunderbolt Eagle, и она явно вдохновилась в Battlefield, и это такая китайская версия под мобильные устройства. Но здесь идет настоящая кровавая война, и мы, конечно же, участвуем во всем этом. Игра, сразу скажу, мне понравилась именно тем, что здесь реально очень много военной техники. Тут тебе и истребители, и вертолеты, и танки, и пушки, авианосцы, джипы и многое-многое другое. Короче, игрокам доступен наземный транспорт, воздушные корабли имеются, и за такое разнообразие просто огромный респект. На своих двоих мы, естественно, тоже будем активно передвигаться, использовать огромнейший арсенал вооружения, автоматы, пистолеты, дробовики, снайперки, и все в таком духе. И нужно максимально сделать как можно больше фрагов. Короче, мы все это дело юзаем, и тем самым стараемся привести свою сторону к победе, и это будет непросто. На самом деле, игрушка полностью в онлайне, таким образом мы играем с другими игроками, и тем самым игра явно простой не кажется. Но тут, кстати, два игровых режима, есть режим голода, который стимулирует сражение, и на самом деле это весьма интересный подход. Тут нужно игрокам быстрее хватать продовольствия, чтобы поддерживать свою физическую форму, пока ресурсы не будут исчерпаны. Это прикольная идея, и тем самым она мотивирует всех сражаться. Второй режим это уже что-то вроде крепости, и тут одни атакуют, ну а другие защищают свою позицию. Игрушка на самом деле выглядит интересно, сейчас она доступна на сайте ТапТап, ссылку оставлю в описании, так что можете с вами попробовать поиграть в эту демку. Ну и напишите, как вам вообще игра, мне тоже интересно узнать именно ваше мнение, так что пишите, пишите и еще раз пишите. Ну и смысл, подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек, нажмите на колокольчик, и тогда вы точно найдете во что поиграть на своих смартфонах. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро вновь с вами увидимся, так что до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok